Вот уже 30 лет они идут вместе тесным строем, плечом к плечу. Одни, как на поле боя, другие, как после войны, на трудовом фронте. Время безжалостно к старикам. С каждым годом их ряды редеют. И может поэтому сегодня больше, чем когда-либо, им нужна забота и внимание, приятные подарки и сюрпризы. В преддверии 30-летия ветеранской организации нашего города и Украины вы видите этот офис Совета ветеранов, который перепланирован, который отремонтирован. Я думаю, что здесь будет уютно, удобно. Еще в октябре 2016 года был разработан план реконструкции здания Совета ветеранов и составлена проектная смета. И вот результат. Новое крыльцо отделано гранитными плитами. Фасад выполнен из вентиляционных композитных панелей. В помещениях заменены сантехника и двери. Приятно порадовала ветеранов и уютная кухня с бытовой техникой. И холодильник есть, и вода холодная и горячая. Я думаю, в Украине таких офисов для ветеранов нет. Чтобы вот такое оборудование было, видите, столик разделочный, за столиком можно присесть во время работы, чашечку чая выпить. У нас была кладовка, она всегда мокрая, цвела, а сейчас она теплая, белая, сухая, там полочки. А кабинеты внутри не просто качественно отремонтированы. В них появилась новая мебель и современная оргтехника, приобретенная при поддержке народного депутата Украины Евгения Геллера. Этот стол тут будут стоять принтеры, для того, чтобы мы могли делать документы. Это веление времени. Без этого нельзя. Мы работаем с фискальными органами, а там все отчеты, там все прозоро. Мы вынуждены учиться, мы вынуждены, так сказать, к современным требованиям приспосабливаться и освоить их. Много лет офис городского совета ветеранов ждал ремонта. В связи с плачевным состоянием здания была создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители коммунальных служб города и заместитель мэра. Это наше уважение этим людям, благодаря которым и мы в свое время смогли и учиться, и жить, и получать образование, и рабочие места. Да, это знак признательности за их зачастую нелегкую жизнь, за тот клад, который они внесли в становление страны. И 20 лет назад, еще когда они были моложе, и эти ветераны тогда еще, когда занимали, будем говорить, у них было много здоровья достаточно, и они вносили еще свою лепту в становление независимой Украины. А это наше признание. Стоит ли говорить, что таким ремонтом ветераны довольны, не могут сдержать слез радости и безмерно благодарны тем, кто все это организовал и внедрил в жизнь. Как храм, понятно, ну, все хорошо сделано. То придешь, понятно, тут оно было, запах сыра с внизу было, нельзя было. То и комары, понятно, покусать. А сейчас прекрасно, будем навешать часто. За все время, еще и при Советском Союзе, и при этой власти, никто так не ремонтировал. Вот это спасибо нашему меру города Трибушкину. Просто его надо, ну, расшеливать, как люди говорят. Просто великое спасибо, что для ветеранов, не бросил ветеранов, а сделал прекрасное здание для нас. Спасибо им за такую комнату. Мы же тут ночуем уже по 20 лет. Вот по 40 уже мы тут кочуем. Но сейчас действительно сделано уже красиво. Благодарна покровским властям и председатель ветеранской организации Валентина Голощапова. Именно она обратилась к ним за помощью. Но результат превзошел даже самые смелые ее ожидания. Душа у меня раскрывается. Мне хочется работать. Мне хочется дальше служить своим ветеранам. Душа благодарит нашему городскому голове и депутатскому корпусу, что они, понимаете, нашли возможность, обратили на наши проблемы и сделали такой ремонт. Даже вот этот пандус, он по всем медицинским нормам сделан. Такого пандуса вы у нас в Красноармейске не найдете. Я думаю, что и в Донецкой области. В таком совете же и работает хорошо. Вы же видели, какие лица у людей. Это благодарные. Но на этом сюрпризы для ветеранов не закончились. После торжественного открытия офиса всех присутствующих пригласили в малый зал Дворца культуры Шахта управления Покровская, где их ждал замечательный концерт и снова подарки от Покровской власти и народного депутата Украины Евгения Геллера. От имени народного депутата Евгения Геллера вам для вашего офиса дарим цветной принтер, где вы сможете и печатать документы, и распечатывать те фотографии, которые вы делаете своей деятельностью. Валентина Галактиевна. Концертные номера в этот день были тоже особенными. Каждый из них возвращал виновников торжества в годы их молодости. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В перерывах звучали сердечные поздравления от всех, кто работает в тесном сотрудничестве с организацией ветеранов и не оставляет их без поддержки и внимания. Зачитали и поздравительный адрес от президента Шахта управления Покровская Леонида Байсарова, а также вручили от его имени подарок. А после концерта всех присутствующих в зале пригласили на торжественный обед под звуки гармонии. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну а те, кому недуги не дали возможность ощутить радость праздника вместе с боевыми товарищами, встречали представителей власти накануне. Было принято решение городским советом провести капитальный ремонт их офиса, для того, чтобы ветеранской организации было очень комфортно и уютно находиться, решать какие-то свои вопросы в этом офисе. Мы решили проведать тех ветеранов, которые не смогут завтра прийти на открытие, на торжественный концерт, и решили проехать по домам, развести небольшие продуктовые наборы, может быть, кому-то решить какие-то вопросы по обеспечению лекарственными препаратами, кому-то оказать материальную помощь. На сегодняшний день у нас не так много остается ветеранов Второй мировой войны, поэтому, конечно же, особое внимание уделяется им, их бедам, их нуждам, и городской совет всегда старается откликаться на все их просьбы. Но самым главным итогом такого внимания к ветеранам со стороны покровских властей и городского головы Руслана Требушкина, наверное, были те чувства, которые вызвало мероприятие у мальчишек. Ведь именно они учатся у нас тому, что забота о стариках – это дело чести. Спасибо вам за то, что вы есть. Мы вас больше не уважаем и гордимся вами. Спасибо вам. Спасибо.